Итак, представляю вам Фёдор Кондрашов с выступлением на тему применения принципов аутентичного обучения в школе молекулярной и теоретической биологии. Да, здрасте. Я, собственно, научный директор школы молекулярной и теоретической биологии, про которую сегодня расскажу. И я вам расскажу про то, как мы применяем методы аутентичного образования. Собственно, что само по себе является аутентичным образованием, это тот метод образования и преподнесения информации школьникам или студентам, которые основаны не на лекционном формате, а которые основаны на формате делания каких-то реальных вещей. Причем это реальные вещи, которые имеют отношение к самому обучающимся, так же как к отношению к какой-то реальной мировой проблеме. В науке это понятно, что мы занимаемся какими-то научными вещами. И у этого аутентичного образования есть определенные преимущества. Во-первых, аутентичное образование лучше усваивается школьниками, то есть они лучше усваивают материал. Во-вторых, аутентичное образование лучше нравится самим учащищем по сравнению с просто лекцией или с каким-то курсом. Оно одинаково хорошо подходит как для обычных школьников, для талантливых школьников, а также оно гораздо лучше влияет на девочек для вовлечения в STEM, а именно в математику, инженерию и прочей науке. Да, вот это, кстати, вот в центре мужчина, это Володя Гельфан, который является дядей Михаила Сергеевича. Он тоже был у нас на школе. Значит, почему все мы это делаем? Потому что, как правило, научное школьное образование, оно очень сильно сконцентрируется на фактах. И есть мало возможности развития какого-то критического мышления у школьников. Как правило, средний школьник в России понятия не имеет, что такое настоящее научное исследование. И третье, то что школьники особенно одаренные, они понимают, что в школе на самом деле занимаются некоторой имитацией науки, в лучшем случае они занимаются некоторой настоящей наукой. И, как правило, средний российский школьник никогда в жизни вживую не видел одного настоящего ученого. Поэтому, что, собственно, мы делаем? Мы на 17 дней, которые длится школа, мы приглашаем настоящих ученых, заведующих лабораторией, а также старших научных сотрудников привести себя, а также часть своих научных экспериментов в нашу школу, для того, чтобы мы интегрировали этих школьников в эту научную работу. Опять же, настоящую научную работу. Как мы это делаем? Вся наша школа построена вокруг самих лабораторной работы. Вот это вот здесь видно, где работа. Это настоящая работа в лабораториях. У нас есть часть ротации, это где школьники могут опробировать эту работу в лабораториях, чтобы выбрать потом себе подходящий проект. И есть какие-то воспомогательные курсы, но, опять же, основная философия того, что мы делаем, это то, что школьники занимаются научной работой. Мы, собственно, хотим школьники, которые к нам приехали, у них, чтобы возникла дополнительная мотивация к настоящей научной работе, или, наоборот, пропала, чтобы они это опробировали заранее. Это очень важно. Мы школьникам попытаемся показать, что такое настоящая наука, до того, как они, собственно, идут в университет, и там пытаются учиться для того, чтобы стать настоящим ученым. Потом мы пытаемся создать правильную социальную атмосферу, которая комфортна для этих школьников, и также мы даем им возможность настоящего какого-то общения с теми учеными, которые приезжают. Собственно, наша мота, которая была спорминирована в самом начале Михаилом Абрамовичем Ройнбергом, то, что мы делаем настоящее исследование, у нас есть настоящая работа и некоторая возможность настоящих научных результатов, которые, естественно, мы не можем обещать, потому что это настоящая научная работа, и она может провалиться. У нас есть некоторые принципиальные основы. Мы основываемся на том, что школьники имеют очень широкий спектр свободы выбора того, что они делают. В частности, лаборатории они выбирают с поддержкой своего советника. У каждого школьника есть советник, который как минимум аспирант, который может ему подсказать и каким-то образом его направить. И наш фокус, он, как правило, противоположный. Мы не школьников отправляем в атмосферу взрослых ребят, а мы ученых приглашаем в школьную атмосферу, таким образом создавая комфортную среду для самих школьников. Вот как конкретный пример того, что школьники могут заниматься, это здесь некоторый метаболический путь, с некоторой структурой, которая была как раз опубликована в 2012 году. Школьники на самой школе сделали драг-дизайн, то есть они делали докинг, попытались в эту структуру вставить какие-то лекарственные препараты. Во время школы отработали 20 потенциальных препаратов, которые могут блокировать функцию этого белка. Этот путь очень важный в развитии некоторого рака. Собственно, один из препаратов, который школьники предпоказали, что будут блокировать этот путь, после был нами проверен в лаборатории, оказалось, действительно, вот это вот с левым верхним углом была опубликована статья о том, что школьниками открыт вот этот вот конкретный препарат, который в том числе имеет антираковое влияние в клетке, в клетке раковых, в раковые клетки культуры. Из нашей школы регулярно выходит какое-то количество статей, но, опять же, это довольно редкое событие, которое является скорее для нас некоторым бонусом, а не, опять же, настоящей вещью. У нас есть некоторые другие принципиальные основы того, что мы делаем. Во-первых, мы никогда не дискримируем вообще ни по какому признаку, это прописано у нас в выставе. Мы не можем отказать школьнику в участии по финансовым причинам, даже если он не может оплатить приезд, мы это покрываем. Основная часть школьников, которые мы принимаем на школе, она должна быть принята по русскоязычному набору, а также мы не можем брать школьников, основываясь только на результатах экзаменов. Наш метод набора должен быть более широкий, чем просто тесты. Значит, мы начинали эту школу вместе с династией, сейчас наш практически единственный спонсор — это Zimine Foundation. За последние шесть сезонов существования, это, кстати, здесь ошибка, мы получили порядка трех тысяч заявок со всего мира, из 13 разных стран, и на данный момент у нас 336 выпускников, которые уже, многие уже, которые даже поступили, некоторые поступили в магистратуру, в основном все они учатся. Вот это вот карта того, куда наши школьники, после того, как попадали к нам на школу, куда они едут учиться. В основном это Москва, некоторые школьники уезжают за границу для того, чтобы учиться. Вот это вот скорее территориальная такая тоже карта по России. У нас есть несколько таких хабов — это, естественно, МГУ, Фистех, НГУ в Новосибирске и в Питере. Это как бы немножко результаты. Вот эта карта по Москве. Мы только начинаем, на самом деле, работу с нашими выпускниками, потому что первый из них — это первый курс магистратуры. Да, и, собственно, вот это фотография с прошлой нашей школы. И то, что я хочу как бы вам сказать про опыт нашей школы, это то, что действительно, основываясь на аутентичных принципах образования, когда мы не пытаемся преподавать школьников, а когда мы пытаемся вовлечь школьников в какую-то настоящую работу. Опять же, есть куча литературы, которая показывает, насколько эффективен этот метод. И этот метод, он применим к многим разным мероприятиям, как школам, так и, например, к гигпикникам, так же и другим. Да. Да, безусловно, это можно делать для студентов. Это можно делать для аспирантов. И такие школы существуют по всему миру. Мы специально делаем это для школьников, потому что мы хотим захватить тот период времени, когда школьник еще думает, куда ему поступить. Они тоже, безусловно, думают. Вот у нас как бы фокус на школьников по той причине, потому что мы хотим это выбрать. При этом, например, мы, наверное, можем рассмотреть заявку от какой-нибудь студента, который выпал из института и хочет перепоступить куда-нибудь. Но, безусловно, если кто-нибудь из вас хочет это сделать для аспирантов и для студентов, это будет актуально, это будет очень правильно. Еще раз? Мы можем помочь с организацией чего-то. Может, давайте обсудим? Преподаватели я, как научный директор, выбираю лично я по личному приглашению. Опять же, потому что у нас школьники, то у нас очень высокий уровень ответственности на взаимодействие взрослых и школьников, и мне нужен личный контроль над тем, что я приглашаю адекватного человека к участию. Преподаватели? У нас в среднем 80 школьников и порядка 95 сотрудников на каждой школе. Сколько каждому школьнику обходится обучение в вашей школе? Оно обходится в 0 долларов и 0 рублей, потому что мы полностью гарантируем все участие. Мы даже есть школьник, у которого нету достаточно денег для приезда на школу, мы полностью оплачиваем подачу на визу, приезд за визой, приезд на саму школу и полностью покрываем все стоимости. В прошлом году и в позапрошлом году мы были в Барселоне, в следующем году мы тоже будем за границей, пока непонятно где. Зачем мы за границей? Потому что нам гораздо проще организовать за границей, чем в России. Наше мероприятие полностью двуязычное. То есть у нас там участвуют школьники, которые говорят по-русски и не говорят по-английски, участвуют школьники, говорят по-английски и не говорят по-русски. Мы сделали полностью двуязычную систему работы. Во время лекции все параллельно, курсы либо на одном языке, либо на другом языке, а в лабораториях всегда есть сотрудники, которые говорят на двух языках. Это старший школьный возраст, 9-10-11 класс, который только что закончился. Да, в этом году мы открываем два новых проекта. Видимо, это немножко другой организацией. Мы открываем похожий проект по соцнаукам. Там всякая экономика, архитектура, социология и так далее. Это мой заместитель будет научным директором в той школе. Эта школа как раз будет в основном для студентов. Вторую школу открываю я. Она будет дискуссионная школа по анализу литературных текстов, которая будет сделана мной, и она будет чуть-чуть поменьше, и она будет полностью на русском языке. И последний вопрос, и мы заканчиваем. У нас есть, работает, значит, школьник подает заявку, которая состоит из некоторого довольно большого материала, в том числе письменного, который он напишет. У нас есть приемная комиссия. Кажется, член приемной комиссии читает все абсолютно заявки, ставит баллы, потом все несогласия между экспертами, кто должен быть принят или кто не должен быть, обсуждаются на заседании приемной комиссии. И конечный список, кого мы взяли, является консенсусом всех экспертов на приемной комиссии. Все, к сожалению, мы должны закончить. Спасибо большое.